Все готовы? Да. Что-то книжка, мешай. Почитали? Кто не читал книгу, поднимите руки. Все читали. Мне тут нужна книжка. На руки. Все позавтракали? Сложно после завтрака сейчас настроиться на философию. А это очень твердая пища. Это нужно пережировать тщательно. Это такой очень философский трактат. Сжатый, очень короткий и существенный. Эссенция. И лекистура. И с начала мы сделали. Сжатый обзор. Как оно построено. Можете это отличаться. Значит здесь у нас есть как бы классифицированная методика изучения Ши-Ши-Пенишарта. И его можно разделить на шесть основных разделов. Отмечайте. Можно будет напоминать. Первое, это введение. Собственно, не относится непосредственно к Ши-Пенишарту. Относится ко всему вирическому знанию. То есть, что Рупада не давал это введение непосредственно, как и книги Ши-Пенишарта. Не давал это в качестве лекции. В виде лекции. В Лондоне. Для обычных людей, гостей, которые пришли на лекцию познакомиться с введами. Рупада разъяснил этот момент, что такое введение. Это лекция была взята здесь, как введение книги Ши-Пенишарта традиционного уровня. Это первое. Первый очень уместный момент введения. Введение Ши-Пенишарта. И в чем главная мысль этого введения? Что веды это авторитетный источник знания. Это очень, как бы, категорическое точечное зрение для западного слушателя, читателя, даже для ученого. Что это незабылимый авторитет. И Ши-Пенишарта введение это доказано. Что именно авторитетное знание. Единственное авторитетное знание это веды. И Ши-Пенишарта. Это вот главное. Ши-Пенишарта. То есть, как введение Ши-Пенишарта. Шрути, Смрити, Ньявина. Три вещи. Ответы, значит, классифицированы такими наоборотами. Шрути, Смрити, Ньявина. И вот Иши-Пенишарта. Это Шрути. Это ведическая литература. Это первый раздел из шести разделов. Второй – обращение мантры. Это второй раздел. Сюда включаются обращения и первые три мантры. Третий раздел из четырех, из четвертой по восьмой мантры. С этим четвертый раздел из девятой по одиннадцатой мантры. Пятый раздел из двенадцатой по четырнадцатой мантры. И шестой раздел из пятнадцатой по семнадцатой мантры. Всего восьмнадцатой мантры, шестой мантры. Все, ведическое знание упаковано вот в эти сутры. Можете себе представить, что мы будем участвовать сегодня? То есть фактически понадобится нам целиком вся жизнь, чтобы постигать эту новую кулку. От теоретического ясного представления Шрути, то есть мы будем слушать, слушать. До практического повседневного применения. То есть считать образованием как полным. То есть гьяна вегьяна. Необходимо завершать знание. То есть мы имеем дело сейчас в западном мире с незавершенным знанием. Это тоже знание, что нам предлагает, скажем, цивилизация всплеменная. Это различные знания. Но ни одно этих знаний не завершено. То есть практически оно не делает человека счастливым. Цель знания — обрести совершенство, счастье. И ни одно знание не является полным. Пока мы не научимся его применять в жизни, не увидим тот самый результат, который и дает нам это знание. Это тарцетное. И Шепанишат будет вкратце это все разъяснять. И эти формулы мы будем как бы применять в жизни учиться. Если не применять их в жизни, просто выучить, мы забудем это. Как бы Круппада говорил такую формулу, что сознание Кришны — это не философия. Это образ жизни. Философия означает, что вы ученый человек. Вы знаете. Вы знаете. Есть система знаний в голове. Вы ее способны удерживать. Есть память. Есть структура. И вы способны пользоваться этой сложной системой знаний. Структура. Владить логику и информацию. Вот две вещи. Информация логика. Это вот обычное представление о знании. Но когда вы усваиваете знания, вам не нужна система больше знаний. Не нужно удерживать в памяти. Вы используете другую функцию разума. Различать. Вы просто видите и понимаете. Это хорошо, это плохо. Это не верство, это знание. Это правильно или неправильно. Так же, как мы по запаху определяем, благоприятный это запах или неблагоприятный запах. Непосредственно. Вот это уже как таковое. Человек в знании. Наглазил его чувства в знании. Ум в знании. Как бы его поведение в знании. Его чувства не обманывают. Ум не обманывает. Это и знание. Если же мы изучаем единическую литературу, но образ жизни не меняется. Это называется майя покрита гьяна. То есть знание украденной иллюзии. Как бы информация есть, а знаний нет. В жизни ничего не происходит. Ничего в ромничестве не происходит. Человек Рубадо называл современное образование обойни. Именно по этой причине, что образ жизни у людей не улучшается после этого образования. А я наоборот. То есть становится. Ух. Наразка на спад. И духовная качество. Утрачивает. Утрачивает память о себе. Увлечен деятельностью чувств. То есть это как результат невежества. И так я вкратце перечислил шесть разделов. Но еще коснемся этих тем в конце нашего курса. Чтобы классифицировать это еще раз в конце. Потом пройдем. Эти шесть тем. А сейчас мы приступим к введению. Непосредственно. Это важный момент. Как же Рубадо представляет веды в западном мире. Таким образом. Да. Лекция у вас есть. И милости. Ащиба Гведам. Тесамин Праукады. Прочитана 6 октября. Тесвили тут 69-го года. В Панавиколе. В Лондоне. Англия. Вот это взято. Как введение в Шиже-Пенжар. И ко всевернической ферратуре. И так. Прежде всего он здесь говорит. Что такое слово веда. Много вы знаете. Говорите. Что такое слово веда. Что это значит. Знаете. Знаете. Какие производные слова можете видеть в русском языке? Ведать. Ведьма. Ведать. Ведать. Ведьма. Ведить. Ведить. Вести. Ведомый. Ведить. Медведь. Знаете мед. Вед. Провидение. Провидение. То есть видите. Много корневое слово известно. Нам оно имеет такое же значение в принципе. Если вы изучите его. Он будет аналогичным. И все же. Чем отличается веда от обычного знания? Пропадавец. Медведение. Чем отличается от обычного знания? Ну например. Медведь. Знаете мед. Является ли это знание ведическим? Нет. Или мы знаем высшую математику. Является ли это знание ведическим? А что такое ведическое мы знаем? Знать. А на плане знаний. У нас сейчас столько знаний. Знаете, в ведах нет таких знаний, как современная наука. Такие технологии там не описываются. Ведах нет таких изобретений. Какие-то новшества какие-то. Все какое-то древнее, архаичное. Может быть мы совершили прогресс большой в области знания. Как отличить? Что является величественным знанием? Это уже не велическое знание. В чем отличие? В первую очередь в веду мне. Слезь с Богом. Ну, человек верит в Бог и учит в институте. Делает человека счастливым. И желает с Богом. Человек может сказать, что я счастлив, и фамилию все необходимое для жизни. Хорошая компания. Это знание должно указывать на источник. Чтобы привести к источнику. Здесь правопады говорят. Веда – это знание изначальное. Вот это слово. Это ключевое. Изначальное. Все, что вы сказали правильно, но вот ключевое слово, чтобы приватность употреблять. Изначальное знание. Что такое слово изначальное? Кто может найти синонимы? Источник. Источник. Еще. Основа. Оригинал. Так. Камертон. Тот, с чем все сравнивают. Так. Источник. Это касается. Эталон. Подходит. Ведь если не можете записать, что такое слово изначальное знание. Изначальное, существующее, с какого момента времени? Всегда. Изначальное, существует всегда. Слово изначальное, даже вечное. Постоянное. Это изначальное. Как Бурбада часто говорит ученым эту фразу. Знание уже существует. То, что вы открываете, нет необходимости. Знание уже есть. Нужно просто получить его. И как же получить изначальное знание? И Бурбада говорит, что изначальное знание не имеет недостатков. Дальше он переходит к этим писателям. Что в условном душаме четыре недостатка. Это значит, что не изначальное положение. Не вечное положение. И его знание подвержено четырех видам недостатков. Поэтому оно становится неведическим. Потому что ведическое знание изначально недостатков не имеет. Оно совершенно. То есть источник совершения. Знание его совершенно и вечно. Постоянно. Незыклик. Оно не меняется во времени. Не меняется с течением моды или культуры. Перемен материальных. Да не касаются эти вещи. Знание – это основа всего бытия. Это то, на чем строятся формации, цивилизации, жизни человека, жизни животного, жизни растения, космоса. То есть единая основа для всего. Это изначально. Но человеку присущи недостатки. То есть почему Бурбада говорит, что человеку присущи недостатки? Что он имеет в виду? Какую мысльную площадь предложить человеку? Слушайте. В связи с тем, что мы с знанием веда, как это соединить эту мысль с ведическими знаниями. Почему Бурбада переключается с того, что это изначальное знание, а потом начинает описывать человеческие недостатки? Что человек не является изначальным источником знания. Это необходимо утвердить. В материстической цивилизации, потому что именно таково убеждение ученых, что знание исходит из головы ученого. Источник знания это человек, другими словами. Не животное, не растение, а человек. А вот тогда интересный казус получается. А скажите, пожалуйста, а человек, ученый, откуда получает знание? Если знание не исходит от животного, от растения, от материальных элементов, которые наблюдают ученые, то откуда получает знание ученого? Они говорят, озарение. Нет, он наблюдает животных, растения, материальные элементы. Невежество, то есть сердце. То, что сказали, они не являются источником знания. Но с другой стороны, у него нет другого источника представления о мире, как наблюдать то, что не является источником знания. Не является продуктом знания. Попозже продуктом знания. Одно из энергий знаний. В этом недостаток, как бы, вот, человеческого разума. И пропадает, что числяет эти недостатки. Первый недостаток, соответственно, в том, что причина слышит ошибки. Это нам известно. И такая есть даже формула в русском языке. Человеку свойственно ошибаться. Понятно. Все согласны с ответвением пропады. Коротко, ясно, выражаются. Например, в нашей стране Махат Муганги почитали великим человеком. Но и он допускал много ошибок. Видите, как попадают, это короткие, ясные примеры. Сразу говорят, самую великую, яркую личность. Известную по всему миру. Но и он тоже совершал ошибки, смотрите. Не говоря уже о других. Если это скажет, но я не совершаю ошибок, я все анализирую, изучаю, я точно не использую. Но там даже Махат Муганги великолично слышал. Так же Джон Кеннеди, он был убит, совершил ошибку, например. Хотя вы предупреждали, что туда не ходить там опасно. Там очень опасно, скорее всего, там будет что-то плохое, может с вами произойти. Лучше он там не появлялся, его предупредили. Но он тоже пошел и был убит. Проклада приводит вот этот пример, что человек склонен к решению. Даже такие великие люди, как Махат Муганги, Брестин Кеннеди и им подобные, совершают ошибки. Другой недостаток – склонность впадать в иллюзию. Что такое иллюзия? Это вера. Иллюзия – это вера. Так определяют. Вера в реальность того, чего не существует. Значит, относится ли религиозная вера к иллюзии? То, что можно относиться к иллюзии. В реальности Бог один, а вера много, религий много. Вы видите, это тоже определенная иллюзованность. Вера в определенную вещь, считаемую ее реальностью, она не является реальностью. Не оправдывает наша ажикация. Это склонность впадать в иллюзию. Майя – то, чего нет. Как еще истинное определение, Майя – извед. Что это? Реально существующая сила, которая реальности собой не являет. Реально существующая сила, но реальности собой не являет. Вот это мы, видите, какая-то реальность существующая энергия, которая реальности собой не являет. Тут можно привести пример отражения. Как физическое явление существует реально, но реальности собой не являет. Это пример отражения помогает нам понять этот термин. Если бы не было отражений, мы бы вообще не понимали, о чем речь идет. Вот такие примеры просветляют наш разум. То есть мы находим подтверждение сразу же в таких примерах. И здесь Прабхата говорит, то, чего нет. Каждый принимает свое дело за себя. Вот Прабхата стал говорить сущность, эссенцию иллюзии. Причем умеет, в чем заключается главная роль иллюзии. Не в том, что я путаю, а в характере человека. Ошибаюсь в людях, допустим, или в выборе профессии могу ошибиться. Или в какой стране лучше жизнь могу тоже совершить ошибку. Или в каком городе. Или я хочу заработать столько денег, сколько не могу заработать. Но много еще не совершать. Много у нас иллюзорных представлений жизни. Но главное, откуда эти иллюзии исходят от того, что человек себя считает, тем. Если я вас прошу, кто вы, вы ответите, я мистер Джон, я богатый человек и так далее. Вот как вы говорите. Все это разные формы от расширения себя, стрелок. Но вы не есть это дело, а это иллюзия. Прабхата пока не объясняет. Просто это иллюзия. Третий недостаток – склонность к обману. Каждый склонность к обману и другим. Человек может быть первейшим глупцом, но выдавать себя за умного. Есть такое? Да, все наши соседи такие. Кого не посмотри на улицы, все именно такие. Каждый думает, что он знает ответ. Он говорит там за президента, за премьер-министра, за другие страны, за другие культуры. Все знает, всем дает советы. Если спросить, то он готов руководить миром. Это что называется? Схуманоскафа. На каждом шагу человек заблуждается, допускает ошибки, но рассуждают. Я думаю, что это так, а то эдак. И пишет книги по философии и так далее. Битвы от него болезни там. И наконец наши чувства не совершенно четвертый недостаток. Мы очень гордимся своим зрением. Вот такая фраза, которую Курбатер говорит. Мы не просто смотрим, а мы гордимся своим зрением. Вот это вот интересный факт. Гордость. Как эта гордость проявляется? Покажите мне Бога. Вот сколько я помню себя в атлетические времена, когда я получал образование. Это был главный момент. Вы видели Бога? Нет? Так о чем же говорится? Почему верите в Бога? Никто не видел Бога. Покажите, где у вас Бога? Этот человек гордится своим зрением. Он думает, что он может видеть, наблюдать. Но это говорится. Он не может наблюдать. Он сам наблюдаемый. И вот эту позицию, позицию быть наблюдаемым, может принять только смиренный человек. Как бы это вот новое, новый аспект изучения знания, то есть мира. Занять правильную позицию. Вот единственная гордость, гордость своими чувствами, глазами в основном. Большую частью люди доверяют глазам. Если вы спросите человека, откуда ты это все взял, что ты говоришь? Я слышал. Но мало ли, что мы слышим. Но все сказать, я видел. А если ты видел, то похоже на правду. Они доверяют именно глазам. Но, как вы видите, что прабаторность будет продвигать другую концепцию. Глаза здесь не помогут изучению физической литературы. Как раз подход меняется. Итак, чувства несовершенны. Если мы хотим приобрести изначальное знание при помощи наших чувств несовершенных, не получится ничего. Не произойдет. И так Даша Прабхана объясняет. Есть еще момент препятствия в доверии к ведам. Какое? Ну, первое, что это знание может быть какое-то не изначальное, а какое-то надуманное. А другое, это индуистские писания. Другой стереотип, который мешает воспринимать знание вверх. То есть, мы видим, что знание лидическое, оно как бы открытое. Сейчас средство массовой информации, есть книги. Но люди не принимают как руководство, потому что именно так и считают. Это индуистские какие-то знания. Не наши, к нам не относящиеся никак. К нашей культуре, к нашей национальности. Вот есть такие национальные представления о знаниях. В одной из них Прабхана объясняет, что веды иногда называют священным писанием индуизма, но слово индуизм иностранного происхождения. То есть, какое-то настоящее название вверх. Интересно, что сразу Прабхана интрибует. То есть, было названо извне. Это название пришло. Сущность нашей культуры отражает слово варнашема. Вот что написано. Кто может объяснить это слово варнашема? И почему оно отражает как бы суть визитической культуры? Не индуизм, а варнашема. То есть, это писание, знание варнашема. Варнашема. Как это связано? Объясните. Она независима от национальности. Варнашема, как она может быть источником знания? Вот есть, например, культура. Есть. Культура влияет климатом. В разных климатах. Люди по-разному одеваются. Значит, по-разному будут традиции одежды и украшения. По-разному говорят разные языки. Вот эта культура и климат являются источником. Источником их какого-то приставления о мире, их деятельности. Вот индусы ходят вот так. Поэтому так думаю, так живут. Так считают. Считают, что корова – священное животное. А в Египте считают, что кошка – священное животное. А в России – медведь. Весьма священное животное. Потому что много было посвящено таких песен. В России, что медведей нет, конечно, здесь в Индии. Просто не валится. Тут хоровы. Где-то лист и кошка. Тут Ганга. А там Ефрат священный, значит, священная река. А в России – Енисей. Ну, видите, разные понятны, что они тут разные легенды, разные культуры. Все это вот народное какое-то знание индуистское. А это российское. А это казахское. Ну и понятно. Все ясно. А он пробует говорит, нет. Варнашана. Не индуизм. А что такое Варнашана? Это не национальный что это такое? Тут жизненный вклад, который… Это не национальность. А что это такое? Абсолютно все люди во всем мире, все поражения, они разделяются на четыре Ашана. То есть на Ашуда, на Бравинах, на Ващих, на Ашатри. Абсолютно все люди разделяются. И как они делятся? По какому принципу? Согласны. Согласны ли? В природе. Отметьте. Видите? Это основано на природе человеческой. Не на национальности, а на природе человека в общем церкви. Эти писания и веды основаны на природе человека. Это называется Варнашана. Эти условия называют те, кто следует ведом и принимает деление человеческого общества на четыре Варны и Ашана. То есть на четыре сословия, четыре ступени духовной жизни. Эту систему называют Варнашана. Варнашана. Это деление существует везде, поскольку оно создано Богом. Общество делится на Бравинах. Бравины – это разумные люди. Кто знает, что такое Браван? Кшиат – это сословие правителей. Третье, второе сословие – разумные людей. Третье, второе сословие – разумные людей. Эти группы людей можно обнаружить в любом обществе. Вот так Рупада, видите, сразу как. Интересно, что будет ход. Необычный, ведический способ передачи знаний. Рупада обращается к природе человека, не к национальности, не к происхождению, а к природе человека. К его изначальному естеству. То есть изначальное знание, вот оно основано на природе изначального человека. Вот видите, сразу соответственно приводится. Бравы, Кшиат – вивающие шудры. Есть везде. Так вылезли в ведах. Ведический принцип принимают, не требуют доказательств, так как в ведах не может быть ошибок. Сразу пропадает. Видите, как веды не ошибаются. Везде есть, везде, смотрите, есть торговцы, есть. Шудры есть, есть, Бравыны есть, Кшиат – и все есть. А где написано – веда? Все, видите, веды не ошибаются. Сразу говорит, как факт, чтобы доказать авторитетность вверх. И в этом заключается смысл слова «принимать». Например, другой пример, ключевой пример. Помните, да? Какой пример? Это пропады, авторитетность вверх. Коровий? Навоз. Навоз. Да. Расскажите этот пример. Кто-нибудь красиво говорит? Ну-ка. Микрофон. Микрофон, да. Да, прямо расскажу с выражением. Веды говорят, что... Веды говорят, что соприкосновение с экскрементами животных оскорняет человеческое тело. Но в то же время навоз очищает. И можно очистить и пространство, и... Ну, все, что угодно. И, казалось бы, это противоречие, но даже ученые доказали, что коровий навоз содержит в своем составе очистительные элементы. Но пропады здесь сравнивают. Он говорит, что веды содержат противоречия относительно коровий навозок. Помните? Пропады здесь есть противоречия в том, что написаны методами. Конечно, что любое испражнение животного нечисто. Любое, говорит. Всегда. Если вы касаетесь испражнения животного, любого животного вещества, вы оскорняетесь. А в другой месте что веды говорят? Если взять коровий навоз, можно очистить место. Все, противоречия веды. Как решить противоречие? Кто скажет? Принять авторитет. Как? Принять авторитет вед. А что значит мне не ответить? Согласиться? Глупо согласиться. Ну пусть будет так. Я же не понимаю, потому что было сказано, что все это нечистые. Но раз так написано, раз так требуют, я слушаю. Все проверят. Проверят. А как проверят? Боманы. Киражные испражнениями боманы. Люди думают, что в теоретической культуре проверяли это? Да. Брали один кал, другой кал. Игроскоп, не знаю, что не было тогда таких приспособлений. А как они решали противоречие, скажите, пожалуйста. Ведь нам предстоит решить многие противоречия, которые не поддаются опыту. Веда. Коровий навоз, он еще поддается опыту современных аналитиков. Но веда будут такие противоречия, представленные для нашего ума и разума, которые мы решить на опыте не сможем. Что нам делать? Как решить этот вопрос? Очень просто. Да, вот тут и нужно понять, как же его принять, чтобы не было противоречий. Обратить самому, а он где-то, да. Вот, видите, что мы говорим. Да, да, да. Крупан сказал, что тут ученые из Халькуты, один исследовал кровь и навоз, и что? Обнаружил. Вся технические свойства. Если вы не ученые, что вы делаете? Но люди до этого ученого следовали, как ему всему принимали. В индивидуе, если один человек другому говорит, что ты должен сделать то-то и то-то, тот спросит, чего ради? Почему я должен беспрекословно выполнять твои указания? Что об этом сказано ведах? Это связано с ведами, что ты говоришь или нет? Если веды говорят, я прямой след, ты говоришь, что я не должен тебя слушать. Вот, вот это интересный момент. Почему так? Так, ведические предписания нельзя толковать по-своему, но в конечном счете, если вы тщательно изучите карты из этих предписаний, то обнаружите, что они безошибочны. То есть веды не являются творением человеческого раума. Вот решение вопроса. В самих вида говорится, знание называется как? Обрушение. Обрушение. Совершенно. Вот способ принять зиму. Не просто глупо согласиться, потому что люди глупо соглашаются со всеми вещами, которые внушают в школу, в детстве. С невежеством соглашаются, потому что ну так нужно, так требуется. Но здесь говорится, а это знание от тебя или оба ушея? Или света зашло? Если от тебя, оно подвержено четвергнет остаткам. А если оба ушея, я должен принять это. Вот, вот такой авторитет вед. И другое название вед, из духовного мира пришло это знание, сверхмир, где существует сверхмир, мир совершенств, мир печального знания. Оттуда пришло ведическое знание. И поэтому называется шрути. Свыше, пришедшее свыше, услышанное свыше. Какие вы можете привести примеры шрути? Из писаний, различных писаний. Из ведических писаний. Или из Библии. Или из Корана. Пророк Мухаммед. Пророк Мухаммед. А откуда он сказал этот хоран? Услышанное свыше. Так, из Библии, что вы скажете? Моисей. Что? Услышанное сверхмир. Все это свыше. И веды. Шимагадам. Откуда? Кто услышал? Брама. Брама. Брама первый услышал. Да. Первый, кто услышал. И внутри сердца, и внутри сердца. Не было никого, ничего. А знание уже существовало. Видите? Оно существует всегда. И Брама первый, кто услышал. Это шрути называется. Сейчас есть в материальной науке шрути процесс? Есть? Да. Или нет? От мамы, от папы мы узнаем, что там. Может быть, как принцип. Шрути сейчас отсутствуют в материальной науке. Они не верят, не признают. Они светское образование. То есть без шрути. Светское означает, что там шрути нет. Сейчас как раз пропадно, что-то об этом говорит. И шрути с вами, с матерью. И когда мать говорит вам, вот твой отец. Что он остается? Только отца властится с этим. Верно же? Другого пути нет. И вот тут пропады говорит, что веды называют матерью, а Браму дедом, предком. Так как он был первым, кто получил юридическое знание. Браму был первым, живым существом во Вселенной. И затем передал народе. Назовится Деви и так далее. И так, если вы хотите, кто ваш отец, вы вообще отец к матери. Так называется? Шрути. Пример, Шрути. Пример. Но Шрути буквально услышанная, свыше, за пределами нашего опыта. То есть трансцендентная. В материальном мире отражение этого принципа. Шрути отраженная. Не изначально. А здесь говорится о вечном знании Шрути изначально от верховного Господа. И из духовного мира пропадает. Это изначально. И далее пропадает. Здесь существует три вида доказательств. Протягшая оно воно сшатора. Давайте рассказывайте по очереди про каждый из методов. Что вы слышали и знаете. Так, кто у нас с этой стороны? Хороший, талантливый оратор. Красноличивый. Самый. Вы вероятели. Кто? Кто? Парамбарк. Парамбарк? Ну да. Кто это? Ну, начнем с протягшей. Протягшая это непосредственно чувственное восприятие, которое есть то, что я вижу, и готовилась время. Способ познания. То есть, если я этого не вижу, значит... Если это не лежит в зоне моего чувственного восприятия, значит, я отвергаю на это наличие явления. Протягшая это то, что я могу непосредственно ощущать, чувствую, органами восприятия. Протягшая. Как называется в науке этот подход? Эмпирический. Как еще перевести на русский язык его? Опыт. 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 Опытный путем. Вы живете, получаете опыт. Это протягшение. Вот что такое жизнь на Земле? Это зима, лето, весна, сезоны, годы, урожаи. Это что люди рождаются, люди умирают. Но все же не протягшие, непосредственно видим. Погода меняется, и стихи перед нами видимые, ощущаемые, осязаемые. И мы опираемся вот на этот фактор, как на получение знаний. Протягшие. И можем лаборатория тоже смешивать какие-то вещи, наблюдать их, температуру измерять, пробовать на вкус, нюхать, описывать все это, классифицировать, таблицы создавать. Это все на основе протяжа. Анувана. Кто скажет про Анувана? Это предположение и гипотеза, просто рассуждение о том, что, чего мы не видим, там, об атомах, об электронах, мы рассуждаем, но это очень трудно увидеть, просто приди по уважениях. То есть на чем основана Анувана? На логике. На логике и наследствии из одного к другому, что мы можем дойти то, что они не видят. А Анувана основаны на протягшем, согласен? На том, что мы воспринимаем, затем применяем мышление, логическое мышление. То есть она основана на протягшем. И необходимо тогда, когда протягшем непосредственного восприятия не дает нам полноты знания. Тогда мы начинаем думать, анализировать, находить исходные моменты, сравнивать с чем-то, искать какую-то связь. Чтобы догадаться, что бы это значилось. Потому что любой предмет является связанным с чем-то еще. И так можно как бы косвенно какие-то еще установить моменты, объясняющие это явление, или описывающие этот предмет, или личность. Посмотрите сюда. Что это такое? Гармония. Гармония. Гармония, ясно. Какой метод я вам предложил сейчас? Протягшем. Протягшем. Маленький родной, ясно. Музыкальность. Музыкальность. Вы не видите, не видите, не знаете, не учили этих названий. Впервые видите, родились на свете. Вы ребенок, представьте, вы младенец, если вы что-то утром у матери, и вот перед вами вот этот предмет. Гармония. 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 Он автоматически повторит шапку, но что Кармон самописнет, если ему не рассказать? Я еще одной из предположений, потому что у них нет, никто не опыт это не как. Ну, в Мариго, ну иди сюда кixelюроди. Трогайте, описывайте, что вы скажете. квадрат квадрат это тоже уже услышанное это уже анумана это уже какая-то классификация протяжка что такое твердое совершенно твердое вы это знаете без снов знаете твердое ой больно острый угол белое светлое черное гладкое так что еще тяжелая гармония должен полнота знания уже образовать хотя чем отличается полнота знания от названия и вот эти вот всех ощущений а еще если покачать не х функции это протягшие звук пойдет и так постепенно с протягшим вы понимаете что он оказывается этой инструменты течение звуков а звук может быть музыку понятно конце концов сделайте вывод сами это музыкальный инструмент через долгие исследования и рост от ребенка до юношества дальше можете сами догадаться музыкальный инструмент так его именно описать по его функциям вот протягши непосредственно а если я вас прошу как вы думаете как он устроен внутри что я вам предлагаю так говорить что вы придумаете как инструменты как дети мы будем догадываться кто там эти слуги знает дети наверное думают что в машине есть какой-то человек и крутит это все машина едет не даме взять как в истории здесь интересный пример когда в средние века во времена петра и же первого ученые были одержимы мыслью создать вечный двигатель одержимы все-все-все ученые работали над этим в школе на физике вы изобретали двигатель вам предлагали? нам предлагали тоже вы тоже были одержимы там какое-то время все-таки изобрести вечный двигатель и Петру Первого приглашили по-моему и из Германии и Франции такой вечный двигатель за большие деньги считают что он был изобретен нужно было приехать посмотреть и приобрести Петр Первый приехал и увидел какой-то барабан деревянное колесо и он крутится никакого источника энергии ни огня никакой движущей силы никакого живого существа он вращается и вращается Петр Первый уже заплатил заплатить огромные деньги за этот двигатель как кто-то сказал посмотри что там внутри в этой коронке там сидел в негре и вращал то есть была попытка продать вечный двигатель который первый это исторический факт на в школе без снега это оно было смотрите мы можем улучшить себе что а может быть там духи сидят говорят некоторые люди в этом ящике их ставят звуки а ученые берите что да это скорее всего какие-то там мембраны там какие-то специальные вещи но это же должно нужно все составить в гармонию какую это не так просто представьте как мы можем при помощи а мы можем догадаться как устроено дерево допустим это же гармония мы опираемся уже на знание которое полученное ведь мы всегда так поступаем потому что получить знание путем таким даже в прошлом мире практически невозможно не хватит ни времени ни сил ни жизни даже выяснить что такое просто предмет какой-то даже если вы разберете его все равно не поймете это анумана то есть это анумана но и другой стороны из чего сделан этот гармон какой материал что вы видите протягшие дерево точно иллюзии подсумку дерево а может пластика дерево то есть эти знания протягшие умновена подвержены иллюзии в области иллюзии находится все еще подвержены иллюзии потому что может быть что-то похожее это дерево а может быть подделка может быть мимикрия это называется в природе она используется в мимикрии хамелеон меняет цвет гусеницы становятся как геточка дерева мимикрия то есть они имитируют какие-то вещи ради обороны самообороны то есть и легко обманывают друг друга при помощи вот этих методов протягшие и анумана это различные формы невежества или поверхностного знания или искаженного знания несовершенные чувства несовершенный ум поэтому единственный путь получения знания это как шапта промана шапта что означает в переводе звук да а промана авторитетный звук тот кто знает тот говорит вот и все все просто тот кто не знает слушаем вот это метод шапта промана значит чувства должны молчать ум должен молчать сложный процесс и чувства должны начать шапта промана это возможно так кажется легко глухой здесь называется авторитетный звук означает что не протягшие не протягшие не ануманы не должны вмешиваться тогда это будет промана полученное знание вот называется йога да йога то же самое слушать потом повторять если услышали потом наконец память приходит изначальное положение можем вспомнить услышав и произнести вслух эти вещи но чтобы получить это шрути необходим контроль чувства ума здесь пропада сразу не говорит чтобы не пугать слушателя что это очень сложный метод оказывается он просто говорит что это просто обратитесь к тому кто знает и получается знание что такое музыкальный инструмент гармон и вы сокращаете десятки лет будет следовательно шахта промана используется всегда на каждом шахте и если мы хотим получить трансцендентную науку то нужно слушать человека следующее в этом вопросе источник трансцендентного знания находится за пределами материальной вселенной знание доступное в этой вселенной это материальное знание а знание о том из духовного мира, из-за пределов материальных вселенных издалека. И праба говорит, нам не под силу, конечно, достичь границ даже материальной вселенной, не говоря, чтобы попасть в правильный духовный мир. Следовательно, отнести полное знание невозможно. Парабан заканчивается взаимодействием. Все, пока мы идем. Невозможно. Ищите полное знание. Итак, дальше интересную фразу говорит. Он сказал, невозможно только. Следующая взаимодействие начинает. Начинает так. И тем не менее, духовный мир существует. Ну, хорошо, какие интересные пропады, аргументы найдется сейчас. Что он существует. Ищите, ищите аргументы сейчас. Он говорит, за пределами проявленной неправильной материи раскинусь. Духовное небо, в котором порядок вечные планеты, населенные вечными существами. Красиво? Не верится, конечно, красиво. Хочется, чтобы увидеть, знаете, как порядок такие планеты, вечные, с вечными существами. Интересно, как они вылечены. Но мы уже готовы пуститься в эту сказку, правда? Хотя это не научно совершенно никак. Ну, в добром сказке. Как-то близко. И дальше пропадает, не распространяя дальше эту фантазию, эту идею. Но как вы сможете это проверить? Опять же, здесь вопрос. Вы услышали. Возможно, это правда, возможно, и правда. Как проверить? Это невозможно. Об этом говорит в физических писаниях. Но как вы поставите эксперименты? Эксперименты невозможны. Поэтому ученые говорят, невозможно. Потому что они знали, это что? Протягши, пьянули. С этой точки зрения, как раз и говорит, невозможно. Все понятно. Эксперименты невозможны. Поэтому мы должны просто принять информацию из ложного вида. Каково? Так. Выскажите, вы все автора наук. Скажите мне, как вам это утверждение? Вы ученые, вы все говорят, вы наберете премию без пяти минут. За вами великие открытия. И вот тут говорится, невозможны эксперименты, невозможны, это просто нужно принять как информацию должную вида. на веру. Не верю. Так все правильно. Не научно. Большой взрыв тоже нельзя проверить. Нет, я знаю. То есть проверить невозможно. Что остается делать? Отвергнуть? Мой вопрос. Отвергнуть? Есть книги, в которой что можно проверить? В Писании, что можно проверить. И тогда все остальное просто верится в то, что есть. Если что-то можно проверить... Нет, давайте относительно это утверждение. Это невозможно проверить, поэтому нужно принять. Единственный источник информации из вед. Ну, как это? Возможно принять материальный источник? Ну, если нельзя проверить и отвергнуть тоже нельзя. А, правильно. Если вы не можете проверить, почему отвергаете? Вы не принимаете разумно. Но почему отвергаете? Вы же не проверили. Отметьте. Это научный, это научный подход. На самом деле другого источника нет. Из-за предела материи есть другой мир трубатый. он описан в верах. В единственном источнике. Вы не можете это ни отвергнуть, ни принять. Не можете. Чтобы отвергнуть уже доказательства. А вы не можете достичь предела в материи. То же, что у вас сказано. Не можете. Вы не можете отвергнуть. И не можете принять. Это называется ведическим знанием. Мы так не принимаем веды. Про навоз мы приняли уже. Теперь осталось принять про духовные планеты. Борянщих в странстве с вечными существами раз навоз авторитетен, то планеты должны быть тоже авторитетны. То есть возможно все-таки. Можно допустить такое, что может быть и есть духовный мир. Скажите, пожалуйста, сейчас Аннуванов предлагается. Что изменится в мире, если люди теоретически примут существование духовного мира? Не как религиозные фанатики, а теоретически как ученые. Скажите, я не видел, не изучено, пока неизвестно науке, но теоретически это допустимо. Что изменится? Это повлияет миром зрения на людей? Очень несомненно. А вдруг это все существует? Нужно быть здесь наружу. На всякий случай надо следовать законы священных книг. А вдруг ад есть? Если есть духовные планеты, значит есть и вещи описанные ведом. Если это все на самом деле существует, то мы ответственны. Ответственность что? Повышается? Повышается. Даже теоретическое знание, смотрите, меняет образ жизни в день. Даже теория. Как могущество ее ведет, смотрите. В нашем движении сознание Кришны правопады говорит. То есть у нас здесь целое движение. Как выясняется? Целая парампара, бесчетное количество последователей. Представьте себе у нас. В нашем движении сознания Кришны не думайте, что оно новое какое-то движение. за нашими спинами целая духовная цивилизация огромная. Мы получаем знание от высшего авторитета Кришны. Мы это уже делаем. Мы это уже практикуем. Что вы сейчас? Вы сомневаетесь? Принимаем предотвергаем. А мы уже приняли это. Мы получаем. Авторитет Кришны признают люди всех категорий. В первую очередь я имею введу две категории трансгенталистов. Одна категория трансгенталистов это имперсоналисты Майвари, Абайшнэх называют эдентистами Школы Шанкара-Ачарей. Трансгенталисты в другой категории адреса Вайшнавы, такие как Равануджа-Ачаря, Майвачаря, Лишна-Свами, Шанкара, Сампродая. Даже как Абайшнава, Сампродая признает Кришну Верховной Личностью Бога. То есть две эти линии персоналисты и alleine признают Кришну и Холдой Личностью Бога. Вы слышали? Майвади признают, что Кришну Жкола Личностью Бога. А что они не признают? Личность. Нет, нет. Они не признают. Они признают, что они не могут, что они не Холдой Личностью. Следую на служение, отношения с темы. Они все признают, кроме того, что они делают другой вывод. А признают все. Философия идентична. Они также признают, что Кришна Верховная Лечность Бога. Но каков вывод? Что каждый становится Кришной. Вот, вот, вот. А все остальное то же самое. То есть они признают, что Кришна Верховная Лечность Бога. Крупатый говорит, не ошибается в этом. Не думайте, что он как бы подтасовывает какие-то факты в угоду своей философии. Это факт, что Майвани тоже признают Кришну Верховной Лечностью Бога, пока не собьются с Ним. Когда сливаются, там уже роман. Но они признают как средство для духовного прогресса. Что они говорят? Кто может противить себя? А Божество, что они говорят? У Бога нет формы. Вы не видите Бога. Поэтому вам нужна форма, чтобы общаться с Богом. Вспомогательная Лечка. А на самом деле потом у него не будет хладно. Но этой Личности Бога они поклоняют с другим аммамамам. С другими мыслями. Но факт остается фактом. Поэтому Парпад опирается на этот факт. И персоналисты и имперсоналисты признают Кришну Верховной Личностью Бога. В своем комментарии Бхага Ватите Шангара Чайля пишет Нарайяна Верховная Личность Бога пребывает за пределами космического пребывания. Это написано Шангара Чайля. И затем снова подтверждает это. Верховная Личность Бога Нарайя это Кришна. Он пишет в образе Сына Деваки Васудевы. Он специально напоминает его отца и мать. Таким образом все трансцендалисты признают Кришну Верховной Личностью Бога. Какого Кришну? Потому что Кришна может быть что-то опять очень персональное Сына Васудевы и Деваки. Конкретно что я сказал об этой Личности. О Верховной Личности Бога. Необычная трактовка имперсонализм. На самом деле он не имперсонализм чемпионатчай. В движении сознания Кришны мы опираемся на знания подчеркнув внутри из Бхагавадгиты которая была поведена самим Кришном. Откуда мы это знаем? Что она поведена самим Кришном? Из самой Бхагавадгиты другого источника нет. Как это проверить что Кришна отбудал Бхагавадгитой? Невозможно. Что остается делать? Не отвергать. Проходите Бхагавадгитой. Шастер. У нас нет другой выбор. Мы хотим проверить верно же? Согласны? По глазам что вы хотите еще проверить удостовериться во всем мире. То есть это разно. Мы не отвергаем и не принимаем. Мы исследуем эту тему сейчас с вами. Исследуем. Мы беспристрастны. И что будет результат интересный всем как завелся сейчас. то есть мы принимаем все что Кришна говорит. В этом суть сознания Кришны. Значит авторитет ответ это что? Авторитет Кришны это идентично. Ответ ответ это авторитет Кришны. В материальном мире существует два метода познания. Говорите. Дедуктивный и дедуктивный и дедуктивный. Примером дедуктивного знания является что? Представление о том что человек смертен. Дедуктивный знание. Ваш отец говорит что человек смертен. Ваша сестра говорит что человек смертен. Все говорят что человек смертен. Но сами вы не проводите эксперименты. А вдруг вы бессмертны? Принято сами стыкали проверим. Вы не проводите эксперименты сумасшедших. Зачем же? Вы опираемся на дедуктивный метод знания. утверждено. Все. не нужно проверять. Вы не подвергаетесь сомнению то что человек смертен. просто принимаете эту истину на веру. Если же вы захотите провести исследование чтобы установить смертенный человек вам нужно будет исключить всех людей. теперь нельзя исключить вероятность того что где-то живет бессмертный человек предположение а вдруг какой-то бессмертный давайте проверим всех людей. Немножко царистого каля каждому и тот кто не уберет без смертный человек а как еще интересно кто-то будет такие опыты проводить для себя еще оставить друг я сам остался на себя начать нужно если же вы захотите провести исследование все же чтобы установить смертенный человек вам нужно будет изучить всех людей и при этом нельзя исключить вероятность того что это же бессмертный человек но он еще не встретился или еще не родился этот процесс называется ароха восходящим и бесконечным процессом никогда не придете к выводу будьте вечно изучать всех рожденных людей и следовать их на бессмертие попытки обнести знания опираясь только на свои силы несовершенные чувства заранее обречены на неудачу таки образом невозможно прийти к правильным выводам за счет пребывания бесполезности наук с ароха бесконечно будет ее исследование не будет никаких выводов и политических изменений худшего никогда но как причина то что прубадов хочется а а да кстати нужно отметить что прубады говорит 69 год насколько позже так вы может быть это время не помните какого года рождение свястонопска предан месяц рождение 80 80 у вас не было в других килограмм где-то отживали свою жизнь не помните ничего это был диктат материстической науки абсолютный диктат вы не представляете наука была на месте Бога и доверяли абсолютному мне всегда показывали нам кино журналы перед фильмами в кинотеатрах где не мыслились последние открытия науки и утверждения ученых люди просто слушали скрытную жизнь принимали все что говорят ученые все абсолютно все не подвергая никакому сомнению то есть место верст нила материческая наука в это время Бога говорит такие вещи Брамаха в Самхите говорится отправляйтесь в путешествие на самолете который движется со скоростью мыслей скорость мыслей ненаверная вот самолет на колесницу ума и вы мгновенно переноситесь сейчас в Омск в Москву в Америку вы можете вспомнить про это мысли сразу очутить там велика и в правосвете говорится про путешествия по просторам духовного неба миллионы лет со скоростью мыслей убедитесь в том что оно безгранично к нему невозможно даже приблизиться вот к чему ведом утверждается человек должен а точнее обязан найти истинного духовного учителя гуру каково же качество духовного учителя он усвоил сущность вед из авторитетного источника который делился в романе однажды пропадали ученые ваши чувства несовершенны ваш ум несовершенны ученый сразу согласился конечно да я знаю я не могу быть совершенным я признаю значит и знания которые вы предлагаете тоже несовершенны говорит правда но я со своей стороны скажу он то же самое с того человека вы тоже несовершенны просто поэтому я и принимаю веду вы признаете свое несовершенство и не утверждаете истину что это такое скажите как называется мошенниче не просто обман это мошенниче я признаю что несовершенство но выдаю себя за ученого вот что пропадали обман ложь если бы были искренние попытки понять изучить вселенную изучить мир изучить человека они просто родились быть ведом но это были не искренние попытки изучить это было мошенничество оно укоренилось в культуре людей в образовании людей образовывали быть мошенниками выдавать свои гипотезы предположения мнения за научные процессы методы этого утверждено это цивилизация мошенников рубавка то есть люди понимают что они несовершенны и тем нею утверждают свою струну отставят ее до смерти и даже убивают друг друга воюют чтобы оставить свои мнения вот такие мошенники вот до чего докатилась эта цивилизация до уровня кошек и собак которые грызутся между собой но они не понимают что они живут и не могут соценить а ученые знают что они несовершенны потом многие из них раскаялись и говорили что все эти исследования космические были подтасованы в основном потому что был план была пятилетка необходим было сделать более в срок открытия которые мы делали классифицировать они это просто подтасовывали ко времени к определенным планам все развитие страны и культуры много много было покаяния на этот счет как все это разоблачилось после шел группа удивительно и все еще люди до конца не понимают что такое истина что она уже существует что за пределами нашего понимания они еще не понимают как свести по отношению к этой исти поэтому книги пропали чрезвычайно актуальны что касается реческого знания и особенно уже прямых текстов ишаханешат вагавагиты писание рубага свами и так далее это транс иниталисты познавшие истину в отношении поэтому пропали каковы же качества духовного учителя нужно найти учителя они ученые но они не могут обучать и так пропали сказал поскольку я осознаю свое несовершенство я принимаю веры и смотрите у меня преимущества я могу сказать что такое абсолютно истина процедировав а вы не можете это сделать только потому что отвергаете веры я могу объяснить что такое абсолютно истина цитируя веры передам послания а вы не можете хотя вы не совершен я не совершен но я прибегаю к совершенному знанию а вы его не имеете в этом разница далее пропали так лишнее интересный вот что вы скажете о Кришне давайте вкратце что-то говорите о Кришне как припишите Кришне громче всепривлекающие синего синего скучно 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 абсолютно истина а ну-ка давайте еще практичнее посмотрим Пастушку. Пастушку очень практичную. Слезнавище. Он даже работает. Слезнавище. Обладающий шестью достояния. Слезнавище. Обладающий шестью достояния. Обладающий шестью достояниями. Вор. Вор. Муж шестнадцати тысяч. Так проповедует? Бог все дает, а потом все собирает. Порой все. Причина всех причин. Да, уже говорили причина всех причин. Послушайте, что проповеду объясняет о Кришне. Он ничего из того, что вы сейчас сказали, здесь не говорит. Почти. Ему нужно дать новым рынком представления о Кришне. Если вы скажете, что он вор играет на фрете. Это будет правильно, но люди не смогут понять. Правда ли? Такие вещи. Сразу. В Бхагава Гите Кришна говорит, что истинная цель излечения нет. Познать Его. В Бхамасове Гите также говорит, что Кришна Гавита имеет до естественного количества форм. О! Вот это Кришна. С этим люди согласятся. Кришна это все. Он в исламе, в христианстве, в буддизме оказывается. Все есть это Кришна. Все верующие понятия. Не какое-то суженное понятие. Почему так трудно понять личность? Потому что это может быть суженное понятие для нашего восприятия. Для человечества. Или, как говорится, сектантское это восприятие. Кришна Гришна говорит, в виде философски. Бесчисленное количество форм. Но все они суть одно. Он один. Вот это философия. Они не похожи на нашу несовершенную форму. Его форма совершенна. Моя форма имеет начало, но ее форма не имеет начало. Ананта. Опишите, пожалуйста, форму не имеющую начало. Ну и теперь делай кругами. Внутреннее и внешнее. Что такое ананатная форма? Бесконечная форма. Бесконечная. Опишите ее. Сначала опишите просто форму. Что за форма? Ну да, что за форма? Пишите форму. Руки есть? Ноги есть? Есть. Уши, глаза, нос есть? Что бдите говорить? Миллион ушей. Вот она. А ну-ка покажите мне ухо где-нибудь. Если кругом миллион ушей, хоть одного покажите мне ухо. Живот покажите. Другие уши. Есть уши? Есть. Есть ноги? Есть руки? Есть. Руки вы действительно есть? Многие? Многие? Многие. А что сейчас делают руки? Вы сидите на чем? Кто вас держит? Есть поддерживающие силы? Это рука и рука. Функция это же самое. То есть тут нужно понимать, как распространяются эти формы. Различные аспекты еще Бога, различные энергии Бога. Но все это суть его формы. Это все продолжение его рук, ног, глаз и так далее. Миллионные безграничные проявления этой формы. Ананта рука, говорится. Как вселенская форма, духовная форма. Она безгранична. Ананта. И его форма многочисленная, многообразная форма не имеет конца. Кришну можно одновременно находиться везде. Он может находиться на голоде в рендауне, но в то же самое время он вездесущий. Он означает на личное стоящее живое существо. Но на какое бы изображение Кришны вы не посмотрели, вы увидите юношу 15-20 лет. Вы не день найдете старика. Итак, если вы захотите постичь Кришну, изучая ведическую литературу. Слышите, да? Не устанешь? Если хотите постичь Кришну, изучая ведическую литературу, то вы зайдете в тупик. Я не знаю, что мне делать, когда же предложить. Я уже сам ничего не думаю. Мне нужно провести курс как-то. Проблема. Вы не должны помочь. Выведите меня из этого тупика. Теоретически это возможно, но сопережно с очень большими трудностями. Однако вы сможете легко узнать о нем от его преданного. Так, надежда есть у нас. Преданный Кришна может дать его вам со словами. Вот он, возьмите его. Такое могущество, преданный Кришне. Да. Невероятная вещь пропадает, скажите. Понятно. Все то, что самое великое, самое дорогое, самое прекрасное, самое могущественное, самое недоступное, самое невозможное, мы просто получаем дар. Просто возьмите и берите вот и все. Все. Вот такой физический метод. Не подходит в настоящий метод. Невозможно. Ни ногами добраться, ни техникой добраться, ни умом добраться. Не чувствуем. Нет. А как же? А возьмите. Вот это фокус. Почему мне такого в голову раньше не приходилось? Скажите, объясните мне. А потому, что никогда не изучал верный криминал авторитет. Потому, что если есть авторитет, он уже позаботится об этом. Это и есть в понятии авторитета. В понятии же материальных цивилизаций кто такой авторитет? Скажите. Он всегда заботится? Нет. А что он делает? Эксплойтирует. Эксплойтирует совершенно. Вот в этом проблеме. Вот в этом проблеме. Что в материальном смысле слова авторитет, кто зло потребляет, эксплойтирует, использует свое положение. Прочитайте определение лидера. Научный, современный. Современнейший, новейший психолог. Кто такой лидер? Тот, кто имеет больше силы, влияния, так? Может подчинить. И тот, кто беспокоится о своем положении, чтобы не потерять его. И тот, кто имеет больше доступа к пище, к чувственному наслаждению, к богатству и сексу. Потому что имеет положение лидера. Ему более доступны эти вещи. Поэтому он, конечно же, беспокоится, чтобы не потерять. Главным образом он живет для того, чтобы сохранить свое положение лидера. Это научное описание лидерства авторитета. Современный. Вы понимаете, как можно увидеть, как разорвать. Но крайне необходимо. Цивилизация все более и более демоническая. Согласно этим научным выкладкам с людьми. Определение лидера. Что такое мать? Есть другие еще определенные примеры психологии. Кто такая мать? Это аномалия. Это параноидальная аномалия. Чрезмерная привязанность к ребенку. Это называется материнство. А на самом деле это параноидальные симптомы. Они описывают современные психиатры психологии. Есть такая уже наука появилась. Смотрите. Вот куда сейчас движется современная цивилизация. Они не понимают слова авторитета. Они пытаются устранять. Теперь нет экзаменатора. Есть тестировка. Компьютер вас тестирует. Личности нет. Личность устраняется. Авторитетов не существует. И персональная система устанавливается. Но за всякой персональной системой демоничная личность. Здесь же говорится. Кришна верховная личность. И вот эта цель самовозмышная. Она доступна только по милости преданных. Первоначально была только одна веда. Еще один момент. Можете отметить. Обычно. Мы знаем, что это четыре раздела веда. Но изначально была одна веда. И читать ее не было необходимости. Не записываться. Шрутишь ее. Слышали ее. Люди были такими умными и имели такую хорошую память. Что могли понять. Лишь однажды услышав Иисус Духовный Учитель. Вот скажите. Разве это сложный пример? Что тело меняется, а личность в теле не меняется? Скажите. Это сложный пример? А почему люди не понимают? Вот прямо перед глазами факт. Что личность в теле неизменна. А тело меняется постоянно. Но просто и глазами можно еще. Там есть душа. Личность там есть. Даже самая личность. Тело меняется, а личность нет. И когда Кришна в Гите говорит просто несколько стихов на эту тему. Он не вскрывает их. Аджурно просто вспоминает это. Он пришел в скорби. Он просто вспоминает и снова идет это. Это очевидно, да. Факт. Кришна это то, что ты говоришь. Факт. Это я напомню просто мне. Я сейчас отвлекся в эту скорбь. Но ты мне напомнил. Что личность в теле всегда одна и та же. Она неизменна. Они видели душу люди все. В прошлом. Мне было необходимость его так записывать, анализировать, исследовать, учить. Люди могли видеть и слышать. Шрути. Те вещи, которые мы видим, нас запуталась сильно материальная концепция научная. Вот эти системы. Мы наблюдаем этот мир, но мы же видим биологию, химию, физику. Вы замечали это? А на самом деле то, что мы видим, необъяснимо. Очень интересно. Это не объясняется ни физикой, ни химией, ни математикой. Это наблюдается, но не объясняется. Вот наша проблема. Мы-то видим Бога с вами. Ни одна вещь, которую мы сейчас наблюдаем, не объясню. Так. Значит, достаточно просто услышать, все будет понятно, если нет ложной концепции. Но пять тысяч лет назад я святой воззаботился о людях этого века, как Али-Юги записал беды. Он знал, что со временем жизнь людей сократится, и память их ослабеет. И разум притупится. Поэтому я должен учить ведической мудрости, записав ее. Подумал Бог. Вот он так подумал. Это что, а ну это? В какой категории это относится? Он подумал, что надо записать. Как объяснить это? В следующий день его я смотрел. Ведь раньше не записывалось. Я говорю, что нужно услышать. А почему он записал? Потому что у него было знание, что придет такой человек, где люди снова заслужили. А если люди, представьте, а если люди будут читать, не осознавая ветку, они же исказят виски. Опасно записывать. Он все же принадлежение записать. А вы помните историю с Багмадой? Когда Виседо записал веток? Что с ним было? Он стал несчастным человеком. Вот по этой причине. Интересный момент. Но об этом Рупа здесь не говорит. Он говорит, что необходимо было записать, поскольку память людей слабеет. И разум притупляется. Они уже не видят вот эти факты перед глазами. Не видят, что такое тело, что такое душа. Вот эти очевидные вещи не различают. Он разделил Виаду на четыре части. Классифицировал ее. Рик, Сама, Адхарва и Яшев. И поручил эти части своим ученикам. Потом он подумал о людях, не обладающих большим разумом. Стри, Шудра и Двиджабанту. Кто это? Стри, Шудра и Двиджабанту. Родились в семье преданного, то есть Брамана, но не являясь Браманом. Он решил позаботиться о женщинах, Шудрах, рабочих и Двиджабанту. Человек, родившись в семье Брамана, но не имеющего качества Брамана, называет Двиджабанту. Для них он создал Махабхарату. Назвав так историю Индии и 18 Пурам. То есть вот так же подобно. Люди, которые не обладают очень большим разумом. Для них написано Махабхарата. Оно очень рекомендовано для нас с вами в этот век Махабхарата. Гид – это часть Махабхарата. Это как бы комментарий к ведам, который написал Рицепт. Там история, примеры. Изучаем Махабхарату, можно лучше понимать лидические произведения. И была одна веда. Какая же была одна веда? Как она называлась? Потом стало четыре ее сделать. Одну веду на четыре части разделить. А как была? Изначально веда сразу? Яджи. Яджи. То есть главный путь к совершенству, к счастью и процветанию, ко всем целям, через жертвование. Карма для Яги предназначена. Это суть какой-то веды. И различные формы из Яги. Отличное время и так далее. Пураны, Махабхарата, четыре веды и упанишаны. Пураны, Махабхарата, четыре веды и упанишаны. Все. Это веда. Можете понять, что такое веда. Состав. Пураны. Восемнадцать. Махабхарата. Четыре веды и упанишаны. Упанишаны являются частью вед. Затем Ясадева, а вообще греческое знание для ученых и философов веданте сутри, который венчает веды. Также считается, что Иша Панишан относится к веданте и упаниша. К заключению вед. Конец вед. Философское объяснение. Такое мнение есть. Веданте. Ясадева сам написал веданте сутру, следуя наставлением Нарада и своего Куру Махараджа, духовного учителя. Но, тем не менее, он не чувствовал удовлетворения. Это длинная история. Описано в Шимадбхагават. Ясадева стал неудовлетворенным даже после того, как создал Курану и Панишану и написал веданте сутру. И тогда его духовно. Нарада дал ему указание. Разъясни веданте сутру. Веданта означает высшее знание. А это сам Кришна. Слышите? Высшее знание – это сам Кришна. Кришна. И Кришна говорит, что все-все пред познать его. Веданта криквиадавит эва-джамам. Кришна говорит, ясады для веданты и знаток вед. Следовательно, конечная цель вед какая? Кришна. Конечная цель вед – Кришна. Это объяснено все комментарии Кришна к философии веданты. У нас в Кришна есть собственный комментарий к философии веданты. Говинда Пхашья Баладевы Ведя Пушина. Наверное, вы узнаете из Бхактишастра эту историю, как Баладевы Ведя Пушина написал Говинда Пхашью. Слышали эту историю? Он записал их за одну ночь. Всего нас. Комментарии. Говинда Пхашья сам надеть товаром. Шутит. И Иманов Ачарь и Раману Ачарь написали комментарии к веданте. Комментарий Шанкара Ачарь далеко не единственный. Комментарий к веданте много. Но комментарий Варишналов не был первым. Поэтому люди ошибочно полагают, что комментарий Шанкара Ачарь единственный. Вот объяснение. Первый, который не слышал комментарий, был комментарий Шанкара Ачарь в Западной Мире. Потом на него все традиционно опираются. Потому что он был впервые. Предоставленный комментарий. Кроме того, Весадева сам написал совершенный комментарий к веданте и Шриман Бхагаватам. Шриман Бхагаватам начинается с тех же слов, что веданте с утра. Бхаджан, Матисия и Дагад. Эти слова подробно объяснены Шриман Бхагаватам. Веданте с утри содержит только намек на то, что такое Враман – абсолютная истина. Абсолютная истина – это то, из чего все исходит. Это афоризм. И его детальное объяснение приводится в Шриман Бхагаватам. «Если все исходит из абсолютной истины, то каково природа абсолютной истины?» Это разъединяется Шриман Бхагавата. Абсолютная истина должна обладать сознанием. Она – самосветящаяся, Сварат. Мы развиваем свое сознание, углубляем в познание, получаем знания от других. Но о ней сказано, что она – самосветящаяся. Веданте с утра в сжатой форме обобщает хридическое знание. И сам автор разъясняет Девшиман Бхагаватам. В заключение мы просим всех, кто действительно стремится апостить хридическое знание, постараться понять его смысл, изучающим Бхагаватам и Бхагаватам. Абсолютная истина. Абсолютная истина. Существует 108 Упанишад. Их насчитывается еще и больше. Есть авторитетные, неавторитетные. Есть некоторые запутанные святые точки зрения. А количество Упанишад. Но 108 традиционно считается Упанишад. И прапада привел только одну из них. Какую? Ильша. А что это за Ильша Упанишад? Да, это Верховная истина. И Упанишада в менте. Буквально сидит около. Упа около. Ни внизу. Внизу. Шад сидит. Упа. Ни. Шад. Шад. Упа около. Ни внизу. И шад сидит. Сидеть. Сидение ученика после учителя. Буквально. И вот есть несколько трактовок авторитетных. Четыре трактовки. Четыре трактовки. В смысле. Сидеть у стоп кого-то. Внимая его словам. Внимая его словам. И таким образом получает тайное знание. Тайное знание. Это первое значение. Сидеть у стоп кого-то. Здесь конкретно не будет скрывать. Внимая его словам. И таким образом получает тайное знание. Второе значение. Искусство сидеть около гуру и смиренно внимать ему. Внизу смиренно значение. Какая трактовка. Еще один смысл. Искусство сидеть около гуру и смиренно внимать ему. Это искусство. Третье значение. Ашангарачари. То, что разрушает невежество. Так еще объясняется. Какая трактовка сидеть внизу и слушать. Так разрушается невежество. И традиционное. Четвертое значение. Традиционное. Удаление невежества посредством знания о Верховном Духе. Это Упанишада. Все в этом смысле происходит. Удаление невежества посредством знания о Верховном Духе. И Иши Упанишада это о природе Ишвана. Иши. Удаление невежества посредством знания о Верховном Духе. О Верховном Духе. О Верховном Духе. О Верховном Духе. Семь тем можно отметить, какие мы будем проходить. Иши Упанишада. Первая тема. Первый пункт. Это знания. Второе. Живое существо. Третий тема. Материализм. Четвертое. Победа. Это над имперсонализмом. Пятая. Бабхти. Четвертое. Абсолютная истина. Седьмая тема. Это принцип решиваться. Абсолютная истина. Вот. Все что человеку нужно для нас. Мы попытаемся с вами настроиться так. Это искусство. Искусство настроиться так, чтобы забыть физику, химию, биологию, алгебру, тригонометрию и все остальное что мы получаем в нашем образовании. Отстраниться все это. Так. Мы младенцы. Мы родились. Мы не проходили никакого школьного образования. Мы не знаем что такое молекулы и клетки. Жир. Мы не знаем что такое органическая и нейроническая химия. Мы не знаем закон всемирного тяготения. Мы не знаем ничего о ядерных реакциях. Мы должны знать что такое знание. Что такое невежество. Что такое живое существо. Что такое интерсонализм. Что такое бхакти. Что такое абсолютная истина. И кому все принадлежит. Все что нам нужно знать. Бхакти и шахтры устроены так. Что мы здесь будем находиться. Ну. Я меньше. Вы пройдете весь курс. Четыре месяца. Будет погружение. Шестнадцать. В принципе шестнадцать. Да. И из-за этого когда вы будете погружаться в шахтры. Вы как раз будете просить вот это вот. Освобождение от предыдущей вот этой вот информации. Так сказать. От внешней информации. Как мы получили за эти годы. Десятки лет. Это очень важно. Взглянуть на мир чистыми глазами. Не обусловленными. Вот. Материальными какими-то знаниями. Образованием. Это сейчас очень важно. На странице эти вещи. Уже привычных. Для нас знакомых. Как дедуктивно. Дедуктивно. По умолчанию. Мы просто видим. И понимаем именно так. Нам нужно сейчас в этой стереотипе все. Вы бросите с головы за это. И тогда мы сможем услышать все. Вот эти семь дней. Тем достаточно, чтобы обрести совершенно. Достаточно. Были какие-то вопросы? А время закончилось? До скорки у нас? Все. Спасибо большое. Вопросы все везде. Это будет в конце курса или на другие заметки. Вопросы? Спасибо. В советую. Прочтение. Прочти по developing и вprendущей программу. И последний подарок для работы, не разбавший唉. Продолжение следует...